Скажите, пожалуйста, что приводит к Многобожию? Может быть, какие-то слова или действия, которые являются ширком? Самое первое, что может привести к Многобожию, это является невежество. Незнание своего убеждения, незнание своего ислама. Далеко от Курана и понимание Курана, это является одной из самых больших причин Многобожий. Если ты Таухид знаешь, что такое Таухид? Единый Божий. Что такое Единый Божий? Считать Аллаху Субхану и Таалу единым. В чем? Что Аллах Субхану и Таалу единый в создании и единый поклонении. Если ты считаешь, есть создатель другого, это Многобожий. Если ты еще будешь считать, можно помимо Аллаха кому-то еще поклоняться, Многобожий. Поклонение это не означает только намаз, ураза, хадж. Нет, помимо этого. В общем, просить, дуа делать, помимо Аллаха, другому, тоже Многобожий. И также разрешать соблюдать законы, не те законы, которые издал Аллах Субхану и Таалу, помимо этих законов, другие законы разрешат издавать и жить по этим законам, заставляют, это тоже Многобожий. Из этого сохранение от Многобожия является, что? Знать Акеда Таухид, знать убеждение Единое Божие. И потом просить Аллах Субхану и Таалу, чтобы он острег его от ширка. Делать дуа, например, «О, Аллах, я прошу Тебя от защиты сделать ширк осознанно». И прибегают к Тебе в защиту от ширка. И прошу прощения, то ширк, которое я сделал неосознанно. Вот это такие дуа. И знать побольше об исламе. Просто многие знают ширк односторонно, однобока. И все туда ссылаются, например. Все мы знаем то, что делал ширк, то есть ширк, который делал ширк. Просит у кого? У Али, у Хусейна, у Хасана, у имамов. Им поклоняются они. Хотя они говорят, что Аллах поклоняется. Нет, им поклоняются. Им дает атрибут Аллаха Субхану и Таалу. И также суфисты, суфисты, которые придерживаются. Они тоже просят у кого? У шейхов. Те вещи, которые не можешь делать, кроме Аллаха Субхану и Таалу. У шейхов просят прошения. У шейха просят, что Аллах Субхану и Таалу, чтобы их приблизил к Аллаху. У шейха просят, чтобы могиле помог. Все эти деяния, которые не можешь делать, кроме Аллаха Субхану и Таалу. Это дуа. Аддуа хуа аль-ибада, говорит Пророк Субхану и Таалу. Это большинство знают. Есть часть, даже которые себя считают салафитами. Убежденные, которые говорят, делают другой ширк. Это демократия. Не считают ширком, издавать законы, противящие законам Аллаха Субхану и Таалу. Это не считают ширком. Они считают его ширком, если сердцем говорит, вот этот закон лучше, чем закон Аллаха Субхану и Таалу. Если он будет даже тысячам законы издавать и говорит, ну, Куран лучше, закон Аллаха лучше, но я это делаю по своей слабости, или же за деньги, или чем-то другом, это ширком не считают. Нет. Тот тоже является ширком, хотя он это делает, хотя он тоже будет говорить, я прошу шейха, чтобы мне не говорил, что я вахабист. Я прошу шейха, чтобы признаю, что это нельзя, но я буду просить. То есть ширк же. Также это тоже ширк. В сердце не смотрится, когда открытые деяния и куфры есть. Это является иржа, муржизм. Чтобы все деяния, чтобы ссылались на сердце. Если сердце, говоришь, ла-ля-ля-ла, остальные деяния не считаются, это муржизм, который распространен в днешнее время на земле. Это тоже ширк. Многие большие ученые, которые сейчас есть, которые себя считают муфтиями, шейхами, какое-то исламское государство, они даже все ссылаются на этот час, на шиитский ширк или суфистский ширк, как называют ширк-л-кубур, ширк, который касаем могил. А другой ширк, ширк-л-кусур, который ширк касаем парламентов, дворцов, куфра, этого забывают. Надо. И это баян делать, как говорится, ширк-л-кубур, и также надо баян делать ширк-л-кусур, разъяснять ширк, который касаем могил, и также разъяснять ширк, который касаем дворцов, тагутов, в Аллаху алим. Продолжение следует...